Стальной Хват России привет! Подписчики на канале YouTube привет! Понедельник, день тяжелый Но Иван Тихонов из Москвы Сделал этот день не тяжелым Для всех кто Занимается хватом Кто смотрит мои калибровки Он приезжал ко мне на сертификацию Успешно сертифизировался Двумя уровни И в общем то положил глаз На мое железо Посмотрев все что у меня здесь есть Сегодня сделал заказ И попросил снять фильмы Начнем с первых двух эспандеров Которые были им заказаны Это Heavy Grip 250 и 300 В одном фильме Обзор двух эспандеров Они уже Имеют Имеют калибровки Вот они Теперь только Снимем фильмы, проверим Это калибровки я делал естественно Отдельно, сезонировал Прожимал С этим работал В 250 То есть в общем то он На данный момент уже Полностью Готов к эксплуатации Скажем так Иван В общем смотри Вот такой 250 Красавец Ну что то со штабом у китайцев Слабовато стало Видно Штамп заканчивается Надо новый делать Денег пока нет Ну вот Ты купил Наверное может быть Как раз хватит Чтобы им прикупить штамп Давай посмотрим расстояние У 250 Кстати 250 Меньше расстояние Вот 57,6 57,5 Чем у 200 200 Всегда шире Ну По определению Потому что Ну делать там Сотку 150 200 Такими же узкими Усилия будет Не поднять Поэтому Вот смотрим 95 Ручка 94,8 Вообще В общем Китайцы ближе всех К отметке 95 Остальные Побольше делают 95,6,7 И так далее Ну вот Ручечка Чуть-чуть поуже Чем у капитанов Допустим Тех же Но 18,6 Не принципиально То есть Это Нормальная Нормальный Диаметр Ручки И он Не чувствуется Как узкий Ну вот 7,1 Пружинка Намотка 36,4 Ну В общем-то Все стандартное Все стандартное Главное Теперь Сейчас Посмотреть Вот До какой Нагрузки Дошел Довели Скажем так Мы Кок Ой Кокут Еще Коки Коки А почему Не СХР Да Ну Эспандеры СХР Менее известны Поэтому Я Чаще Употребляю Все-таки Название Кок Геленхем Ну потому что У многих Есть В общем-то Как за эталон Сравнить Если есть Эспандер на руках А вот Допустим Хеви Грипа Нет Можно со своим Там Коком Запросто Сравнить Ну поехали Накручиваем Смотрим Усилия На конце Ручки Ну вот В общем-то Понятно Что Вот это Вот Делалось Уже Как бы Не сегодня И не на той Неделе Он долго Гонялся Сейчас Покупателей Не так Много Значит 44 66 Ну очевидно На полтора Умножив Это Середина 66 Кг Но это Я пишу В общем-то Для понимания Что вот так Неправильно Вот американские Все вот эти Замеры Это Неверно В корне Но все уже Объяснил Поэтому дальше Смысла Распространяться Нет Накатка Вот у этих Партии Хевиков Очень такая Принципиальная Такая Нормальная Жесткая Не скользкая В общем-то Даже можно работать В принципе И без Зазорчик Есть Без магнезии Вот 44 Кг Все совпадает Ну то есть Допустим Многие Задаю Сейчас у меня В ютубе Вопрос На моих Фильмах Под моими Фильмами Там Сжимаю Кок Полтора На 15 На 10 Раз А Севигрит Не могу Закрыть 250 На раз Ну это очевидно Ребята Тут Понимаете 39 Кг Допустим Полторашки И 44 Кг 250 5 Кг Это много Это 7,5 Кг Динамометрии Разница Ну надо Понимать Что такое 80 Кг Костевой Сили И 88 Кг Это в общем Траввайная Остановка Вот если у меня 90 Кг А у Ильи Байкера 98 Ну соответственно Он закрыл Левел 2 сертифицировался И левелом 3 Сертифицировался А я Первый Трудом Закрыл Вот это Наша Разница 8 Кг Поэтому Здесь То что он Узкий Это даст Конечно Шанс Быстрее Как бы Выйти на Такую Нагрузку Если ширину Сделать У него Вот 44 Кг Ширина Как у Кока Полтора Очевидно Будут пролеты Будет намного Тяжелее Потому что Правильность Установки Умение Вот это Понять Как Находится Ручка Как ее Располагать Как три пальца Располагать На ручке Как мизинец Будет включаться В закрытие Вот эти все Моменты Они очень важны Потому что Люди присылают Там закрывают Там вот так Вот и берут Это Но это все Очевидно Неправильно Поэтому Главное Просто учитесь 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 Сделать установку Правильную установку Поджать Вот этим Пальцем Уложить Нормально В ладони И потом Уже Закрывать Видите След остается Посреди Хиромантной Линии Вот чуть Вглубь ладони Фактически Насреди С мизинцем Вот такой Иван Вот такой 250 Запечатываю Все совпадает Ты В общем Ты его видел Ну в руках Вроде бы не держал Ну поработаешь Ребят Я таким Пользуюсь Когда в общем То Есть желание Позаниматься А вроде бы Уже И сил Никаких Нету Поэтому Вот такой Эспандер Допустим Достаю По моей Динамометрии Здесь вот Работать с ним Надо иметь Динамометрию 60 60 и выше Килограмм Начиная 60 Килограмм Можно С параллели Закрывать Его И так далее Чтобы закрыть Без установки Вот так Ну понятно Что 66 Середина Ну примерно Килограмм 70 Надо иметь 70-72 Килограмма И вы сможете Уложив его в руку Сделать закрытие Да Как-то так Ну все Иван И так Второй Эспандер Вот его Улыбки Потому что Ну потому что Американская 120 килограмм Очевидно Не 120 А 95 Вот такая Разница Понимаете Насколько Американцы Взяли Увеличили Коммерческий Диапазон Сделали Что кок 4 Там 165 Килограмм Оказалось Что там 165 Близко Не было Ну зато Платите Некоторые Деньги Вы за Калибровку Там Чтобы вам Бирочку Повесили Весовая Калибровка А когда Кенону Я задал вопрос По поводу Того что Надо бы Показать Времени Нету Заняты Они Продают Очень много Поэтому Верьте На слово А вот Стальной Хват России Не на слово Просто Всем все Показывает Индивидуальные Фильмы Для каждого И цена Калибровки Для присылаем Эспандеров В разы Меньше Heavy Grip 300 Не 5 долларов Только Там 5 баксов Стоит Калибровка А Показов Никаких Нету А у меня Ребята Знают Начиная Со 100 рублей И выше 100-150 Но только Со всеми Показами Так Вот 61 61 Миллиметр Расстояние Ну Чуть Побольше Чем 250 Опять же Здесь У китайцев Очень 95 Они могут Делать Разное Но они Широкие Точно Не сделают Широкие Точно Не сделают 70 У них Никогда Такого Не было Но Вот Допустим Все Вот Эти 18 6 Диаметр То есть Такой же 18 6 Но Пружинка Уже Должна Быть Естественно Посерьезнее Она И есть 7 7 6 7 6 7 7 7 Пружинка На 300 И Намоточка Ну Очень Коковская Скажем Так 37 4 У Капитанов Такая Намоточка Вот Такие Основные Параметры То Есть Теперь Осталось Нам Проверить Насколько Было Правильно Замер Вообще Был У Этого Эспандера Очень Давно Сделан Поэтому Сейчас Посмотрим У Хэви Грипов Будет Плавать Расстояние Ну От 54 Миллиметров Но Ниже Не видел То есть 54 Миллиметра Это Кредитная Карта Расстояние До Но 68 И то 68 Там Проседает До 64 Где-то 54 64 Все Выше Нету 350 Какие Только У меня Не были Вот В этом Диапазоне Расстояние Гуляет Конечно Пружины Под Убови Все Это Понятно Но У них И цена Вопроса Другая По сравнению С теми же Капитанами Гиллинхами И так Далее Ну Ну Вот Так Построить Еще раз Говорю Вот Этот Сезонировался Наверное Месяцев Два Три Назад Гонялся Ребятам Давал Накатка Это Партия Одна Но 300 И меньше Спрашиваются Поэтому Вот Минимальный Зазор Фасочка Снята Все Очень Аккуратно 63 4 Ну Помним Да Вот Это Все Все Полностью Подтверждается Середина 95 3 Вот Чтобы Его Затанесить Чтобы Его Закрыть С ТНС Надо Ну Очевидно Совершенно 95 Ну Так Как Он Не Широкий Ну 95 Минимум Если Длина Пальцев Очень Серьезная Ладонь Большая Крупная То Может 95 Хватить Чтобы Его С ТНС Закрыть В общем Запас Минимальный Нужен Ну Я Думаю Что 100 Килограмм Динамометрии Там Это Вообще За глаза Будет Так Чтобы Его Взять И И Закрыть Полностью Вот Видите Я Моих 90 Килограмм Здесь Не Светит Ну Закрыть С установки С дипа Там Допустим Это Вполне Возможно И В общем То Я его Закрою С блока С блока 20 Закрою Ну Имея Свои Там 88 90 Килограмм Ну Все Вань Я Как бы Работу Свою Выполнил Все Что Обещал Сделал Ребята Значит Все Рассказал Кратце Воды старался Не лить А то Многие В Москве Вас очень много Все Вы крутые Все Сильные Дорога М4 Ровная И ко мне Она Очень аккуратная Можете Ванить Их Он Написает Спросить Как до меня Добраться Очень легко Приезжайте Будем Сертифицироваться Не Эспандерами Вано Если Их Не будет Потому Что Я их Отсылаю Естественно Ван Уважающая Его сертификация Она ему Принадлежит Я вас Сертифицирую Вашими Эспандерами Здесь Откалибруем Снимем фильм И тут же На калибровку Зарядим И будете Вы Молодцы Занимаемся Спортом Встречаемся В обители Или не Встречаемся Все Всем До свидания Пока